Сегодня 21 января 2018 года. У нас День Общины. По счастьям покажу. Если же будем похищать или хаимствовать, если станем оказывать несправедливости и обиды, и не будем творить милостями, то не только лишимся возможности прийти туда, но и потерпим то, что случилось с девами. А они не могли войти туда, где был жених, но удалились, потому что угасли их светильники, то есть оставила их благодать. Действительно, этот огонь, который мы получили по благодати Духа, если захотим, можем усилить. Если же не захотим, то сейчас угасим его. А когда он угаснет в наших душах, не останется ничего, кроме мы. Поэтому сказано, Духа не угасает. Угасает же тогда, когда не имеет елея, когда подвергается какому-либо сильному напору ветра, когда подавляется и стесняется, от этого именно и гаснет огонь. Подавляется же житейскими заботами и угасает от злых пожеланий. Но при этом ничто так не угошает огонь Духа, как бесчеловечие жестокость и хищничество. И вот мы отойдем отсюда, неся с собой залу и пепел, окруженный великим дымом, который будет обличать нас в том, что мы угасили своих светильников. Где дым, там необходимо допустить угасший огонь. Но не дай Бог никому услышать этот глаз, не зная вас. Двадцать пятого атмосфера. Потому умоляю вас, будем всячески стараться и заботиться, чтобы не оспудел у нас елей, чтобы наши светильники были украшены, и мы могли вместе с женихом войти в брачный пир. Что ты говоришь? Невозможно человеку вести жизнь в чистую, когда он не верует в воскресенье. Что ты говоришь? Не ожидаешь воскресенья и суда? Это исповедуют и гемоны, а ты не исповедуешь. Пришел ты сюда, говорят они, прежде времени мучить нас. Как Матфея восьмая глава. Если же говорят, что будет мучение, то знают, конечно, будет и суд, и отчет, и наказание. Не будем же прогневлять Бога сверх худых дел, еще и не верим в слово воскресенье. Как, во всем прочем, Христос был начатком для нас, так и в этом. Потому он называется и перворожденным из мертвых. А если бы не было воскресенья, то как бы он мог быть перворожденным, когда никто из мертвых не последует за ним? Если бы не было воскресенья, то как бы могла сохраниться правда Божия, когда столько злых людей благодетствует, и столько добрых страдают, и в страдании оканчивает жизнь? Где все эти люди получат по своим достоинцам, если нет воскресенья? Никто из живущих правильно не сомневается в воскресенье, но каждый день молится, произнося это святое изречение. Да приидет царствие твое. Иван, Иоанн, Иоанн, Иоанн. Кто же не верует в воскресенье? Люди, идущие осперненными путями и проводящие нечистую жизнь, как говорит пророк, во всякое время пути его гибель. Суды твои далеко для него. Девятый царом. Пользвенно невозможно человеку вести жизнь чистую, когда он не верует в воскресенье. А кто не знает за собой ничего худого, те и говорят, и желают, и веруют, что получат воздаяние. Не будем же проявлять Бога, но послушаем Христа, который говорит, бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить в биении. От Москве 10 глава. Боязнь эта сделает нас лучшими, и таким образом мы, избавлявшись от этой погибели, удостоимся Царства Небесного, Которого да исподобимся все мы во благодати человека, любви Господа нашего, Иисуса Христа. Аминь. 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 Продолжение следует...